а здрасте всем друзья привет уленьки у нас продолжается 22 ферма я в прошлой серии говорил что будет стримец где мы будем продавать салатики но на самом деле так случилось что не было этого стрима потому что у меня появилось свободное время в неудобное время для стрима скажем так наверное потому что в общем то так получилось ну ладно не суть важно я в общем то с одним товарищем мы тут покатались немножко по продавали и вот небольшая нарезочка того как это было ребята уже на монтаже я заметил такой косяк что тупо не записался звук моего собеседника точнее он просто лег в дорожку с игрой которая оказалась даже громче я никак не могу оттуда его достать поэтому небольшой просто таймлапсик того чем мы занимались выдержка скажем так самого интересного простите меня пожалуйста дуру грешную я друзья не стал отдельной серии записывать потому что ну вы понимаете контента скажем так не сильно много получилось ну да ладно что мы имеем после вот этого всего мероприятия у нас теплицы в них почти во всех закончились семена мы их опустошили полностью понятное дело что где-то уже по поддону появилась но это все за это время вот пока мы возили потому что некоторые теплицы продолжают работать также друзья у нас еще на складе много осталось этого самого салатика 20 кубов плюс вот это вот все что здесь лежит очень неудобно здесь стиме триггерами как-то получилось все из-за терраформинга я в общем то есть мысль ай нахрен посносить теплицы их надо ставить немножко дальше друг от друга на самом деле ладно пока не будем возможно урожай просто реально скидывать в поле потом проще будет его возить также кстати мы в прошлой серии купили прицеп но он мультиплеере не поддерживается поэтому он потерялся поэтому пришлось взять в аренду два вот таких вот прицепа точнее четыре по два вот такие вот автопоезда мы такими вот штуками возили также кстати есть у меня еще вот такой вот прицепчик здесь 25000 стоит он тоже мультиплеере работать не захотел я думаю вот его имеет смысл купить хотя здесь вот есть тюки нарисованы а в остальных прицепах не нарисованы тюки тогда мы его в аренду берем просто ради теста 1300 я могу себе это позволить у нас на балансе 136 тысяч кстати еще я его сюда пригоню ну что проверим да он видит поддоны но их не грузит ващ а не пошел какая-то там настройка еще была интересная блин может быть именно поэтому не работали они в мультиплеере без понятия ну что будет второй ряд здесь грузится конечно грузится второй ряд отлично теперь вопрос будет ли грузится третий ряд потому что если да то это замечательно тогда большой прицеп много поддонов него влазит и момент истины да и третий ряд тоже сюда грузится на больше уже не хочет да и ладно подождем пока появится на больше не хочет в итоге 9600 сюда на один прицеп влазит и это вполне себе хорошо поэтому дружище давай он блин я уже мышкой автодрайв пытаюсь и включить мы его просто отправим вот сюда перейти начать работу и он едет к цели да скажи друг что ты поедешь он амит нанялся видимо путь искал поехал отлично также у нас есть еще один загруженный трактор его мы дадим тоже тоже самое ехать к этой же цели вот сюда начать работу давай надеюсь ты тоже дорогу найдешь здесь они доедут нет не доедут почему-то он очень сильно заявил захотел проехать здесь ладно не беда моего на работу на дорогу вот так вот выведем и отправляем сейчас то он точно должен быть найти дорогу и он нашел молодец а также друзья у нас есть еще один трактор с этими загруженными прицепами которые которые володя не довез до магазина поэтому мы его сейчас сами сюда довезем и разгружаем дынь понеслась там еще капают немножко денежков прекрасно же правда прекрасно да еще мне почему-то начал дико фпс проседать что за херня странная дерьмо ну ладно так с товарищ ты едешь домой давай начать работу лишь отсюда должен доехать правда может из-за трех нами то в которой себе еще маршрут рисуют и начал проседать фпс типа 47 что за херня нами туда мешает объекта кто такой наймин д этот едет этот едет этот едет все не все едут они молодцы а вот и первый кстати тракторенок доезжает до точки продажи здесь не покупают то такой товар ну и зря я приехал красавчик может быть можно настроить так чтобы он конечно еще и возвращался обратно на базу за потом посмотрим так это продано 20 тысяч мы заполучаем за этот прицеп нормально там осталось примерно на этот прицеп может быть чуть больше в общем он туда едет во я придумал как конечно здесь выйдет если здесь трактора еще не столкнуться то подъезжает еще один товарищ конечно не будут друг другу мешать правда нет не мешайте друг другу нормально разъехались отлично короче есть домой у тебя сейчас разгрузим и тоже отправим домой привет амит f закончил работу это ты наймит f видимо да выгружаем у нас почти 200 тысяч прекрасно еще двадцатка там вряд ли накопится правда хотя может и накопится давай ты тоже есть сюда он поехали загрузим вальтру вот она блин уже темно так честно говоря не люблю в потемках работать но мы мотали время и ждали так вдруг давай загружайся черта уже сейчас с прицепа на прицеп начнет перекидывать через это уже проходили да так она и происходит но вот какой-то попытки он загрузился полностью нормально 7200 где-то по-моему поддона не хватает до где-то потерялся но давай есть тогда его продавать тоже можно попробовать поставить ему точку ведь вот дальше вот так вот просто попробуем лишь не поешь обратно ты же там выйдешь правильно нет куда-то поехал ладно надеюсь все будет нормально блин кто оставил за степлицу открытую ладно не будем называть имен такс на этом прицепе забираем то что уже созрела на теплицах и вроде как вроде как все вот это вот должно остатки наши влезть но это не точно да стопудово влезет на складе больше ничего не осталось соответственно забираем последние вот эти вот четыре поддона и вот эти на складе осталось 196 литров то есть опять-таки неполный поддон все мы знаем про эти потерянные литры никуда от этого не денешься получается вот этого мы пацана сейчас тоже отправим на работу блин чё ты не видишь эти поддоны не загружать не хочет он их загружать может потому что они низкая может еще почему-то мы просто сверху так вот положим и все и никаких проблем что прицеп съезжает да и не надо никуда съезжать чё выводим его тоже на дорогу и отправляем его продавать сюда же там как раз вальта приехала отлично и давай едь а мы таки посмотрим на вальтру он там разгрузится не разгрузится где он остановится понятно становится там где я ему сказал кстати это попало на триггера вы все кроме одного ладно давай последние тоже разгружаем видимо у нас будет 200000 на баланс значит задали вот эти вот прицепы мы отцепляем и вот этого товарища мы отправляем домой просто друг есть домой начать работу погнал также у нас вот этот товарищ приехал мы эти прицепы тоже отцепляем оба и трактор куда-нибудь паркуем например вот сюда да так себе место и вот эти самые прицепы вот они четыре штуки мы и из аренды их возвращаем с этим в общем все понятно тем временем вальтер приехала тоже на базу давайте ее тоже запаркуем сюда здесь не покупал видимо этот трактор тоже да и этот приехал как раз они одновременно и приехали опаньки снимаем его с работы здесь и продаем весь наш салатик который у нас остался 208 тысяч лепота значится этот прицеп тоже можно сдавать я его потом куплю он мне понравился если не найду чуть получше а этот трактор мы не поверите но отправляем домой впадло мне ехать на базу самому поэтому давай и есть сам мы же друзья на возвращаемся на базу и 208 тысяч у нас есть на балансе надо бы конечно же их потратить правильно блин я же находил на карте эту странную мельницу сейчас не могу найти вот она зерновая мельница смотрите какая штука давайте по туда посетим а есть значится мельница сюда можно привести муку и чё-то с ней делать ее можно купить за 96000 общего за что 150 ладно не суть важно короче теперь это наше производство мы его за 96000 купили мы можем делать здесь пшеничную муку ячменную овсяную и сорга муку и как ни странно у нас как раз есть пшеничка пока что сделаем упор именно на пшеничную муку и наверное даже на продажу пшеничной муки есть только посмотрю сколько она стоит мука видимо она самый большой ценник в январе после сбора урожая в принципе можно даже успеть ее переработать эти хз в феврале ценник уже подупал и он всего лишь 1000 до ориентировочно в общем я тогда сейчас торопиться наверно не буду мы друзья в следующей серии с этим поразвлекаемся я мотну время на утро а сейчас только теплицы забью чтобы они продолжали свою работу и в следующей серии уже поразвлекаемся как раз будет март и все будет хорошо ну и соответственно следующей серии еще будет уборочная а может быть еще и урожай по продаем посмотрим и вот с этим вот делом тоже надо будет разобраться разберемся в следующий раз когда будет светло и и мозги будут варить на этом друзья у меня все подписаны на канал чтобы не пропустить видосики лайкусики комментарии чтобы следующая серия вышла поскорее вот и трактор приехал красавчик так вот да на лайкусики и вся вот эта вот фигня и и следующая серия выйдет быстрее чем вы ожидаете то есть конечно будет много лайков всем огромное спасибо за просмотр спонсором огромное спасибо за поддержку на этом друзья у меня все всем покаки